Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов нашей Херсонщины. Российская армия повредила и насосную станцию, которая обеспечивала поставку воды в Николаев. Ну что о них сказать? Вот это и есть подлинная суть тех случайных товарищей, которые завладели Россией. У них после 20 лет правления на значительной части их же государства такая разруха, будто там прошла война. А это не война. Это они прошли. Они ни на что не способны, кроме разрухи. Это всё, что они оставляют после себя, и то, что они делают сейчас против Украины. Это их попытка отомстить. Отомстить за то, что украинцы уже неоднократно защищали себя от них. Украина никогда не будет местом для разрухи. Украина никогда не примет порядки от этих товарищей из Москвы. Сделаем всё, чтобы восстановить каждый разрушенный оккупантами объект, каждый дом, каждое предприятие. Сегодня говорил об украинских потребностях в защите и восстановлении с министрами иностранных дел семи стран с Северной Европы. Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Исландия. Поблагодарил их за этот совместный визит в Украину. Очень важный именно сейчас жест поддержки и солидарности. Есть договоренности о дальнейшем сотрудничестве и в оборонной сфере, и в энергетической, и относительно проекта восстановления нашего государства, и в санкционной сфере. С каждой из делегаций обсуждали украинскую формулу мира. Очень подробно. Возможное участие каждого государства в реализации пунктов формулы. Активно работаем и для того, чтобы создать специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины. Работаем на разных уровнях. Обсудил, в частности, и это сегодня с министрами иностранных дел стран-партнеров. Руководитель офиса Андрей Ермак принял участие в состоявшейся во Франции конференции. Там работают члены рабочей группы по вопросу создания трибунала. Генеральный прокурор Андрей Костин и первая леди Украины представляли сегодня наше государство в Британии. Там состоялась конференция по противодействию сексуальному насилию в условиях войны. Господин Костин готовится к встрече с министрами юстиции Большой Семерки в Берлине завтра. Главная тема всех этих мер – ответственность России за войну и террор. Завтра будет еще новости, говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рюте. Кстати, Нидерланды оказывают Украине существенную помощь в подготовке трибунала по агрессии и в установлении правды обо всех российских убийцах и палачах. Украина за это благодарна. Услышал очень важный сигнал от господина премьер-министра Рюте – сигнал относительно следующего года. Поддержка нашего государства будет только расти. Встретился с послами нашей платформы United24. Андрей Шевченко, Александр Усик, Скотт Келли. Они были в Киеве. А видеосвязью присоединились Элина Светолина, Лив Шрайбер и Тимоти Снайдер. Главный вопрос – прохождение этой зимы. Помощь Украине с генераторами и другим энергетическим оборудованием. Подробности уже завтра. Но отмечу, сделаем все, чтобы Украина получила максимум возможностей помощи мира. И еще одно. Объем аккумулированных средств для нашей инициативы Grain from Ukraine растет и уже более 180 миллионов долларов. Это уже одна из исторически величайших украинских гуманитарных инициатив. А будет еще больше. О финансовом, техническом или логистическом вкладе в инициативу Grain from Ukraine уже заявили Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Европейский Союз. Очень весомое участие. Плюс Республика Корея, Япония с первых дней, а еще НАТО и, конечно, ООН. Я благодарю всех, кто участвует. Спасибо всем, кто помогает Украине реализовывать нашу формулу мира. Уверен, ее можно реализовать полностью. Все пункты так же, как и пункт по продовольственной безопасности. Слава каждому нашему воину. Слава всем, кто работает ради победы нашего государства. И, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги. Не забывайте об этом. Слава Украине!